Цех по изготовлению модулей. Так называют блоки для строительства. На Новосибирском заводе полный циклопроизводства. От обработки металла до сварки и сборки контейнеров. За смену специалистам удается изготовить до 12 блоков. Для сравнения, это один небольшой фельдшерско-акушерский пункт. Допустим, сейчас в данный заказ у нас идёт три рамы. Получается нижняя, средняя и верхняя. Самая быстро собираются нижние, потом верхние и самая долгая средняя рамы. Там больше всяких деталей. Поэтому где-то часа четыре уходят на одну раму, средняя. Затем конструкцию утепляют и обшивают сайдингом. У завода заказ от региона на производство 22 фельдшерско-акушерских пунктов. Здания будут разные, некоторые с жильём для врачей. На предприятии пообещали сдать блоки к концу октября, чтобы подрядчики успели собрать модули в сёлах. Они должны заработать в январе. В 2020-м в регионе планируют построить всего 75 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Не исключено, что завод возьмёт заказ и в следующем году. Если по опыту пройдём безукорительность этого года, по обязательности друг перед другом, то тогда у вас есть гарантия, предпочтение. Быть поставщиком на будущем. В декабре будем уже точно знать, в конце декабря, даже в ноябре, что мы 25 фабов на будущем будем делать, и в какой модификации, большой, средний или малый, или из жильё или не жильё, это будем знать. Возможно, по модульной технологии компания изготовит для некоторых населённых пунктов регионы, сельские клубы и малокомплектные школы. Завод специализируется и на выпуске дверей, автоматических ворот и алюминиевых конструкций, поставляет продукцию по России и странам СНГ. В планах к концу года запустить новое производство в Новосибирске по изготовлению ограждений. Объем инвестиций свыше полумиллиарда рублей. Новая линия позволит собирать и остановки для общественного транспорта. Это несколько участков, значит, сварочный комплекс у нас поступит 15 октября сего года. Монтаж будет осуществлён к 1 ноября. Участок производства столбов, участок гальваники, пока во вторую очередь, участок покраски. Значит, линия поступит из Италии. Запуск завода по выпуску ограждений заборных мы планируем к 31 декабря. Основная проблема – инфраструктура. Для новой производственной линии заводу не хватает энергомощности. Необходима дополнительная подстанция. Глава региона пообещал обсудить этот вопрос с поставщиком электроэнергии. Борис Киргенеков, Антон Мамаев. Новости ОТС.